Сегодня моя Настенька должна приехать с бабушкой домой. Я так за ней соскучилась, и поэтому к приезду дорогих мне людей я готовлю сегодня торт. Готовить будем Наполеон. Я нашла новый рецепт Наполеона. Ну как новый? Он просто такой упрощенный вариант, и он очень нежный на вкус. Его когда режешь, он прям, знаете, вот боишься его подавить. Он настолько, как у нас говорят на Украине, пухкий и тает во рту, прям вот нежный-нежный. Готовим сегодня вкусный Наполеон, и будем чай пить всей семьей. Начнем с приготовления теста. Значит, мне понадобится сливочное масло из холодильника. Оно не должно быть слишком мягкое. Ну вот, когда полежит несколько часов после морозилки, посмотрите, насколько оно мягкое. Вот такое. Вилочкой я вот так его подавлю. Не нужно его взбивать, просто подавить. В масло отправляем сметану. Немного соли. И теперь вилочкой соединяем сметану и масло. Вот так. Теперь понемногу добавляем муку. И начинаем замешивать тесто. Если вы сразу всю муку добавите, тесто будет слишком крутым. А так понемногу. Сейчас сначала мешаю ложкой. А когда уже ложкой будет тяжело, тогда руками. Добавляем еще муки. Приблизительно в 3-4 приема я ввожу муку. И теперь замешиваю тесто. Все это делаю быстро, чтобы в течение 5 минут у меня сформировалось тесто. Так, ну вот, собственно, и все. Как проверить, что тесто готово? Так как мука у всех разная, у меня по рецепту 600 грамм муки. Но, так как муку я тоже использую иногда разную, я приблизительно где-то 100 грамм, иногда 80 остается у меня. Поэтому берите 600, по чуть-чуть добавляйте. И смотрите, нужны вам последние 100 грамм или нет. Как проверить тесто? Берете небольшой кусочек. Катайте вот так в шарик. И смотрите, что я делаю. Вот так вот делаем на столе вот такую лепешечку. Тонко-тонко постараемся раскатать. Вот так. А теперь приподнимаем край и стараемся поднять. Если поднимается вот так хорошо, не оставаясь на столе, значит тесто готово. Все тесто делим пополам. И каждый кусочек на 4 части. Каждый кусочек вот так вот делаем шарик. Загибаем все края вовнутрь. Вот так. Получается шарик. Отправляем в емкость куда-нибудь. И когда все сделаем, убираем в холодильник где-то минут на 30-40. Заметьте, есть разница. Между тем, ну как два варианта подготовки теста. Сейчас я делаю кусочками, уже подготавливаю на каждый коржик. И убираю в холодильник. Тогда каждый кусочек быстрее остывает. Быстрее становится нужный по текстуре. И когда я буду раскатывать, я просто возьму этот кусочек. Уже не буду обминать, а сразу буду раскатывать. Если я сейчас целым куском теста уберу в холодильник. И потом, через 40-40 час где-то, буду делить на кусочки и раскатывать, тесто по текстуре будет другое. Итак, пищевой пуленкой и в холодильник. Теперь готовим крем. Берем емкость с толстым дном и включаем самую маленькую температуру, которую только можно включить. Вот у меня это цифра 1. Если это газ, то манюничка огонь, совсем чуть-чуть. Значит, желтки отделяем от белков. Ну, в общем, яйца. Желтки, белки, белки нам не нужны, только желтки. Размешиваем их. Я делаю венчиком вот так. Вот так. Теперь сюда добавляем сахар понемногу. Естественно, весь сахар вы не растворите, но просто вот так вот венчиком перемешиваем. Заранее я подогрела молоко. Отправляю сюда чуть-чуть молока и перемешиваем. Значит, теперь сюда я отправляю крахмал. Перемешиваем. Ванильку сразу. Можно с сахаром ванильный сахар. У меня просто ваниль. Вот так. И муку. Тоже перемешаю, чтобы не было комочков. И только потом добавлю все молоко. Увеличиваю температуру. На моей плите это 9-10. Чуть-чуть, чуть ниже среднего. Теперь сюда отправляем молоко. Приблизительно в два раза вводим молоко. И будем варить. До первых пузырьков сейчас варим. Чуть не забыла щепоточку соли. Буквально чуть-чуть. Значит, смотрите. Большой огонь не делать, чтобы не подгорел у вас снизу крем. Обязательно кастрюлька с толстым дном. Или тогда уже на крайняк берите сковородку с толстым дном. Тогда 100% у вас ничего не подгорит. И я все время мешаю. Не отходите от крема, дабы все было вкусно. После первых пузырьков варим еще 10 минут. Когда крем полностью приготовится, дайте ему остыть. Значит, так как продукты все равно у всех будут отличаться, поэтому, возможно, вам нужно варить не 10 минут, а 5 минут. Уменьшите огонек, варите на самом маленьком огоньке. И еще, если у вас получатся комочки, просто перебейте все блендером. Так тоже можно. Крем должен хорошо остыть. Подготовим пергамент. Теперь берем каждый кусочек теста. И ни в коем случае каждый кусочек обминать не нужно. Сразу на пергаменте раскатываем, приблизительно формируя круг. Ну, плюс-минус. Раскатываем тоненько-тоненько. Так, теперь я беру крышку. Сейчас вам скажу, сколько здесь диаметром. Можно тарелку просто взять. Так, 19, но до 20. Вообще норма торта до 20 сантиметров в диаметре. Как бы вы, каким бы способом вы не раскатывали коржи. Так, делаем оканточку. Опа! Все. Значит, теперь в таком образом выпекаем. Я сначала все раскатаю, а потом выпекать буду, чтобы не прозевать их в духовке. Так, вот там, где чуть-чуть не дорезали вы, я делаю вот так. В разогретой духовке на 190 градусов по 5 минут и вынимаем. Еще чуть не забыла, вилочкой оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И еще раз говорю, лучше все раскатать, а потом по очереди в духовке. Один вынули, другой заложили. Теперь такой небольшой секретик. Как одной рукой раскатать скалкой круг. Ну, практически круг. Сейчас покажу. Значит, скалкой сначала делаем вот таким образом. Как будто на 4 части делим тесто. Теперь одной рукой держим пергамент, а другой рукой раскатываем. Давим на, как это сказать, на край теста. Не на центр, а на край. Вот так. Поворачиваем при этом пергамент. Вот таким образом. Смотрите. И у вас раскатывается круг. Каждый раз вы уже проходитесь по следующему. Ну, вот тут было тонко, тут толще. Но каждый раз тесто будет растягиваться, растягиваться, растягиваться. И у вас получится равномерный круг. Смотрите. Вот и все. У вас получился практически ровный круг. Пока остывают коржи, крем у меня уже остыл. Теперь взбиваем сливочное масло и понемногу закладываем крем. Все коржи у меня остыли. Значит, все обрезочки, которые у меня получились, нужно подробить. И желательно в крупную крошку. Чем крупнее, тем вкуснее это будет. Вниз немного крема, чтобы торт не ерзал. Вот так. На первый и на последний корж отправляем больше всего крема. Все остальные перемазываем приблизительно одинаково, тонким слоем. Так, смотрите. Отправляем второй коржик и немного придавливаем. Вот так. Посмотрите, каким тонким слоем я промазываю. И так последующий каждый корж. Последний корж закладываем вот этими пузырьками вниз. И придавливаем только слегка, чтобы выровнять торт. Сверху и по бокам затягиваем торт, оставшийся кремом. Буквально вот так вот чуть-чуть. Не обязательно слишком ровно. Главное заполнить пустоты. Присыпаем торт сверху и по бокам крошкой. Посмотрите, как красиво смотрится крупная крошка. Мне кажется, с крупной крошкой он просто нереально аппетитный. Посмотрите, какая красота. Теперь пусть постоит 2-3 часа. И можно подавать к столу. Смотрите, за 2 часа я все собрала. У меня получился красивенький, вкусненький Наполеон. Буду ходить 2 или 3 часа вокруг него. И он меня будет молить. Ну так, ладно, жду. Итак, что же у нас получилось? Отрезаем кусочек. Очень нежно разрезается. Прямо, знаете, так боишься его повредить, когда режешь. Итак, посмотрите, какой красивый, сочный внутри. Резать нужно аккуратно, не давите ножом слишком, потому что это очень мягкий Наполеон. Это, знаете, он так прям тает во рту, когда его ешь. И поэтому, когда нарезаешь, тоже нужно быть аккуратным. Вот так вот внутри. Сейчас будем пробовать. Посмотрите, весь торт рядышком. Он получился 21 сантиметр в диаметре. Естественно, сметется он просто на раз, два, три. Ну ничего, это того стоит. Все усилия, это вкуснота. Ну и много нельзя, а то можно съесть все. Посмотрите, какой сочный внутри Наполеон. Так, берем кусочек. Ой-ой-ой. Ну, пахнет Наполеоном. Еще раз хочу вам сказать, обязательно крупная крошка, тогда вкуснее. Очень нежный. Действительно тает во рту. Значит, по поводу масла в креме. Если вам многовато масла, вы можете меньше добавлять. Но я люблю, мне нравится. По идее, даже если вы хотя бы 50 грамм масла положите в крем, будет уже хорошо. Потому что просто заварной крем, он, как знаете, чуть-чуть будет как тяжеловат. А с маслом, когда вы его взбиваете, он сразу такой легкий, пухкий. Очень вкусный Наполеон. В общем, жду всех к обеду. Вам приятного аппетита. Попробуйте этот Наполеон. Он такой упрощенный вариант. Но самое главное, здесь в тесте нет яиц. И такое тесто песочное. За счет этого очень, так знаете, вкусный Наполеон. Ну, мне нравится больше вот именно с песочным тестом. Все, спасибо, что сегодня были со мной. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий рецепт. Смотрите меня на телеканале R1. Пока!